Ну что ж, стартуем. Кто меня не знает, меня зовут Кононова Аня. И сегодня мы с вами будем говорить об очень-очень важной теме. И эта тема касается перепланировки и курса на рост. Это абсолютно новое обучение, доселе вам незнакомое. Старт у нас получается этого обучения 8 июня 2018 года. Кто уже заметил изменения на сайте, в командном сайте Фаберлик, поставьте букву Я, что я заметила. Потому что это обучение буквально недавно, буквально на днях обновилось. И в личку посыпалось очень много вопросов. И я рада, что даже директора это все дело заметили. То есть говорят, что-то у меня новичок спрашивает вопросы, которые не должен задавать на этом задании. Ну что ж, тогда поехали с вами дальше. Итак, новое обучение на сайте Фаберлик онлайн. У нас с вами будет всего лишь 5 поэтапных заданий. Все обучение будет настроено именно на рекрутинг. В первом задании наши с вами новички уже начинают создавать странички. И во втором задании создают группы. В третьем задании они уже рекрутируют по разным соцсетям. И сейчас очень важно понимать, что они будут рекрутировать по всем соцсетям. И как оно все устроено. Сегодня мы с вами с самого начала все это через демонстрацию экрана пройдем. Ну понятно, что по ссылкам мы проходить не будем. Смотреть мы не будем, да, но просто покажем вам визуально. Лисан, да, запись будет, запись будет, все хорошо. Итак, сейчас я запущу демонстрацию экрана. Так, минутку, что-то у меня с демонстрацией не то. Так, просит установить. Угу, понятно все. Ладно, тогда по-другому будем поступать. Итак, когда вы заходите на командный сайт, да, то есть вы все видите, у вас появляется... Так, сейчас, минутку. К сожалению, у меня демонстрация слетела. Бывает такое. Я сейчас не буду компьютер перезагружать, так вам презентую. Да, то есть когда вы заходите в раздел «Старт новичку», сейчас я вам покажу. Там у вас открывается обучение, и сейчас я вам скину ссылочку, и вы будете его вместе со мной смотреть. Так. Вот, значит, это наш командный сайт, кто не знает. Это наши новички. Что, Коля, у тебя есть демонстрация, да? Давай, запускай. У меня не получается. Угу, отлично, давай. Так, ну что ж, пока Николай запускает демонстрацию экрана, пробует, да, мы с вами поговорим о новой такой вот фишечке, как Telegram X. Все, наверное, знают, что сейчас новички у нас устанавливают вместо обычного Telegram'а Telegram X, и он работает просто великолепнейшим. Да, то есть, причем, устанавливая новый Telegram X, вы не теряете связь в чатах, в которых был ранний Telegram, и так далее, и так далее. Вот, скажите, пожалуйста, все ли уже переустановились, и у всех ли все хорошо с Telegram'ом, у всех ли есть видео, как это делать? Сейчас у нас с вами есть общее проектовское письмо. Оно называется таки «Письмо-привет», и это письмо «Привет» я вам сейчас вышлю. Это то, что мы с вами высылаем новичку, когда он зарегистрируется, да, оно так и называется «Привет, Фаберлик». Всем ли удалось пройти по ссылочке, да? И смотрите, там идут новые, абсолютно новые инструкции. Ага, отлично. Там идут новые, абсолютно новые инструкции, которые, как вам даже сказать, старые, если работает, старые, может зависнуть. Старые... Смотрите, старый Telegram хорошо работает во всех странах, кроме России. Вот таким вот образом. То есть он работает во всех странах, кроме России. И получается, что... Да, вот, Колечка, заходи на сайт, нажимай «Обучение». Вот, сейчас с вами пройдем. Прошу прощения за заминочку. Как хорошо, что наставник всегда рядом. Да, и вот смотрите, у нас с вами такие вот идут задания. В Крыму плохо работает любой. Telegram X, Оль, попробуй. Он первые два дня немножечко подвисает. Вот о чем мне хотелось сказать, да? Давайте уже про Telegram закончим. Он подвисает немножко, но он в итоге очень-очень хорошо потом работает буквально через день, у кого-то два. Тут нужно терпение. В России вроде у меня работает. Киров тоже. Нет, все. Прошлый Telegram отказал. И вот мы начали новичкам давать именно Telegram X. Он устанавливается на Android, на iPhone и на Windows. Все отлично работает, все здорово. А прошлый Telegram я просто в него зайти не могу. Итак, значит, новое поэтапное обучение. В чем оно у нас с вами заключается? Вот смотрите, да? То есть оно визуально не поменялось, но сейчас заданий будет максимум шесть. Да? Вступительное задание говорит о том, что ваш новичок, когда регистрируется без регистрации на сайте, может его посмотреть. Оно идет полностью открытое. Это вступительное задание. Да, вот видите, оно идет полностью открытое. И тут говорится о правилах сотрудничества с компанией Фаберлик. То есть, когда человек у вас зарегистрировался, его нужно еще раз попросить прочитать вот эти правила и понять, что перерегистрации нельзя, что они наказуемы, что бесполезно начинать старт с перерегистрации, потому что компания все равно вычислит, все равно удалит и так далее. То есть человек должен это знать. Как таблица умножения мы знаем в школе, так же мы должны знать кодекс компании. И новичок в конце уже отвечает на все вопросы, которые там написаны. И уже вы ему начинаете как лидер открывать второе задание. То есть обучение вроде бы как 5 заданий. Как оно все работает? Для начала вы говорите новичку зарегистрироваться. Он регистрируется, заходит на сайт, и вы ему уже открываете задание. Как регистрироваться? Видео есть, все есть. Поэтому вот Николай подсказывает. Вот. Когда новичок у вас авторизуется на сайте, то есть это будет все в письме привет внесено, и у вашего новичка не будет проблем. То есть если вы ему отправите вот эту большую ссылку с Google Диска, то у вас будет все в порядке, и человек вас уже готовый найдет в Телеграме. Этот момент поняли, как новичка, которого вы регистрируете по третьему варианту, перенести, как бы, да, довести до Телеграма и довести до командного чата, до командного сайта. Поняли данный момент, что вот это вот письмо, привет, вам нужно добавить в закладочки. Да. Вот. То есть это письмо вы уже теперь не теряете. Я туда добавлю. Да, да, да. Я это письмо очень давно отправляю, я его очень часто даю, и сейчас я его просто переделала, грубо говоря, на весь проект, что тоже очень интересно. Вот. И новичок, значит, и новичок вас находит. Если новичок еще не сделал заказ, да, то есть вы ему открываете первое задание. Коля, открывай первое задание. И в первом задании у нас с вами, ишь, выкидывает, да, и в первом задании у нас с вами идет первые шаги, с чего начать суть работы. То есть тут полностью рассказывается о проекте. Шаг номер два сразу же рассказывается очень подробно о программе «Быстрый старт», потому что к нам все приходят работать, к нам всем приходят зарабатывать. У кого нет демонстрации экрана, она у вас будет в записи. Не переживайте, вы можете пересмотреть. Вот. Далее, значит, так как мы новичков уже начинаем в первом задании приглашать на канал и подписываться, мы просим новичка переименовать свой профиль, чтобы получать доступ ко всем ресурсам. Это очень важно сделать. Что новичок делает? Он переименовывает телеграм, он пишет свое имя, свою фамилию, регистрационный номер и в скобочках не наставника, а директора своей структуры. И тут же он может смотреть инструкцию, да, вот, установлен или не установлен телеграм. Да. Как только человек переименуется, он сразу заходит в группы. Группа ВКонтакте, группа в Одноклассниках и группа в Фейсбук. Это абсолютно новые, внимание, это абсолютно новые группы, которые, от которых еще проект толком не знает, знает только совет директоров. Это полностью новые группы, и старые группы будут удалены. Все, вот сейчас это обязательно услышьте. Старые группы будут удалены, и останутся, вот, будут вот эти вот три новые группы. Да, то есть в письме «Привет» ссылки на эти новые группы уже есть. Обратите внимание на письмо «Привет». То есть ссылочки уже там есть. И вы сами можете вступить в эту группу. И каждого зарегистрированного человека, каждого зарегистрированного человека, вы можете в эти группы уже приглашать. То есть после регистрации по вариантам… Так, нету что ли группы-то? Я же добавляла вроде бы, да? Ну, ничего страшного, я добавлю. Я добавлю, извините, это не тот файлик. Да, то есть после регистрации человек сразу же попадает в группы, потом он, значит, сразу же попадает на форму подписки, да, в окне регистрации. Смотрите, форма подписки, в чем она заключается, да, то есть тут у нас с вами идет человеку в шестом задании, в письме «Привет», чтобы он сразу подписался. Он подписывается каким образом? Да, то есть вот видите, приходит… Так, Коля, вот, да, то есть смотрите, он важный момент, информационная рассылка, и человек сам выбирает, где ему удобно получать сообщение. Причем он может подписаться везде, на все четыре, да, или он может подписаться на какой-то один, где он есть. Вот эту подписку можно давать и продавцам, и покупателям. Это очень-очень удобно стало, да. Заметили новая форма подписки? То есть, как бы ни была хороша подписка на почту, да, вот видите, приходит оповещение. Как бы ни была хороша подписка на почту, люди почту так не читают, как читают свои вайберы на телефоне, да, как они читают телеграм или ВКонтакте. Это нужно все обязательно понимать. Далее, когда новичок вступил в чат, вступил в группу, просмотрел про быстрый старт, он готов уже к обучению. И тут мы новичку говорим, чтобы он активировал свой номер минимальным балловым заказом. И смотрит он видео про турборост. В этом видео подробно сказано, для чего активироваться, как активироваться. И в принципе, если у человека остаются вопросы, значит, он видео не досмотрел. Значит, вам нужно его далее проинформировать правильно, да. Вот, он посмотрел это видео. И потом, значит, тут идет перечисление, да. Какой подарок для новичков, полгода по стартовой программе и так далее человек может идти. Да, далее, значит, новичок получает персональный сайт, и он должен знать о том, что он получает персональный сайт после активации номера. Вот, зачем он его получает, что он с ним будет делать, будет в следующем задании. Да, помните, наверное, кто помнит, поставьте плюсики, Ольга Пенина нам недавно проводила, как работать с сайтом, что с ним делать, как его применять. Да, то есть, вот это все сейчас обучение, оно в шаблоне, ну, вот в этом вот, да, на сайте, это все обучение. Вот, и далее человек может посмотреть обзор каталога, подарок, полгода подарков и инструкцию, как оформить заказ. То есть, вот, в принципе, все и нужно, что и нужно знать вам в первом задании по активации номера. Коля, коти колесиком ниже. Вот, ага. То есть, тут написано свежее, ежекаталожное видео, которое снимается Ольгой Дубягой, да, свежее видео, как активироваться. А потом, значит, будет разные заказы, разные привилегии. То есть, что будет, если человек сделает заказ на 10 баллов, на акцию новичка, да, на 50 баллов и на 100 баллов. То есть, вот тут вот полностью весь выбор предоставлен. Человек может сам выбирать, что ему захочется. И далее мы начинаем размножать браузеры, как вы видите в шестом задании. Мы начинаем размножать браузеры уже и вбивать туда рабочие странички, которые мы создаем. То есть, размножаем Яндекс или Хром, как вы видите, и сразу же. То есть, иногда бывает такое, что человек не активируется день, два, но странички-то он может создавать, так ведь? Видео, ну, я не могу сказать, что длинные, не больше 20 минут. Вот только первое видео 40 минут, остальные коротенькие видео. Да, ну, вот 26 минут, да, ну, вот есть полчаса видео. Да, то есть, у нас с вами новичок получается полностью запускается в обучение, полностью запускается в обучении, как будто бы вот он уже работает, даже если он еще пока не активировался, даже если он активируется завтра, и он вам отписался, что он активируется завтра. Нет, Презентация на месте, перезаходите, даже если он вам напишет, что он активировался завтра, вы говорите, отлично, тогда смотрим видео, как создать базу для работы. И ваш лидер уже начинает создавать странички, базу для работы, и это еще очень хороший психологический момент. Почему-то некоторые люди не понимают, что у нас идет смена магазина, вместо активации номера они думают, что это не смена магазина, а что это какое-то там вложение. Очень часто люди так думают, но на самом деле, вот сейчас вот в этом задании мы показываем, что активация это просто смена магазина, и это просто нужно для бизнеса, чтобы ваш наставник смог под вас в итоге регистрировать людей, что тоже очень-очень важно. И активация номера происходит как бы между прочим. Со шпионами, ну пусть они подсмотрят, как активировать номер, как раз нажать браузер. Если честно, в задании с первого по пятое, отснятое нашим проектом, есть такие же открытые задания на ютубе, если честно. Они уже все есть, и шпиону уже не надо лазить к нам в эти задания, дабы узнать систему роста, потому что это все есть в открытом доступе на ютуб. Вот даже загуглите, зайдите на ютуб, как размножить браузер гугл, браузер хром, да, и вы, Мозилла там, Мультифокс и так далее, и вы увидите, сколько там вариантов, да, вариантов, вот сколько там видео. Вот, самое главное, что хочется сказать, все видеоролики абсолютно новые, проект полностью создавал с изменениями, с расширениями, с обновлениями, полностью создавал буквально за неделю, за три дня до выхода нового обучения. Да, есть ролики, которые сняты уже были, когда уже сайт переносился, сайт обновлялся, да, то есть у нас все очень-очень свежее и очень-очень новое. Вот, в этом плане, да, и вот смотрим с вами дальше ниже, идет, как зарегистрироваться ВКонтакте, у нас идет, потом у нас идет, создаем страничку, да, то есть делаем все по шагам, как для Украины обойтись, да, как делаем страничку в Фейсбук, да, то есть тоже все по шагам, создаем страницу в Инстаграм, тоже все по шагам, да, как вы понимаете, вот. И как покупать номера телефонов с разных стран, тоже все есть, вот. И также, конечно же, сразу же после первого задания, это очень немаловажный фактор, вы, тут предлагается перейти на «ты» по дальнейшему обучению. Это, мне кажется, что больше будет теплота общения, если вы перестанете выкать друг друга, да, вот. Вот, и чтобы получить доступ к заданию номер 2, новичок должен вам отписаться. Заказ оформлен на столько-то баллов, какой подарок новичкам приготовила в этом каталоге компания, на какую сумму нужно оформить заказ, чтобы его получить, вот, выслать также наставнику ссылочки на странички, на 4 странички, да, и в чате команды своего директора обязательно отписаться, что я выполнила задание номер такой, это жду следующее. Вот, что получается, это на нашем командном сайте, вот, нет, на личном лендинге этого обучения нет, это на командном сайте Faberlic Online Info. Вот, что еще хочется сказать, второе задание ни в коем случае уже нельзя открывать, так как там идет, если новичок не активировал номер минимальным балловым заказом, его нельзя открывать, так как там идет уже обучение по рекрутингу, и человек начнет рекрутировать неактивированный, и просто это бесполезно, ему некуда будет провести человека, негде будет сделать вот эту вот самую регистрацию, да. Вот, это тоже очень важно понимать сейчас, что мы открываем своим людям только первое задание, которое не зарегистрировано, да, то есть если человек, ой, которые не активированы, извините, да, если человек не активировался, бесполезно давать второе задание. Вот, то есть все, что хотелось сказать по-первыхому. Коля, пошли во второе, также покажем немножко, быстренько пробежимся. Я прям так и растерялась, что у меня демонстрация экрана не работает. Итак, второе задание, да, то есть мы знакомимся со стартовой программой во втором задании, да, то есть давать программу Faberlic Club и стартовую программу в первом задании, я считаю, что не надо. Почему? Потому что новичок еще разбирается, как сделать заказ. Он разбирается с разделом промо-акции, с разделом бонуса за покупку, акции консультанта и так далее, и так далее. У него там много всякой головной боли. Вот. Сайт уже обновлен. Первые пять заданий сделаны. Остальные задания я вам расскажу позже, что там будет. Вот. Но уже не открою. Итак, значит, смотрите, вы заметили, что в кабинете Faberlic у всех у вас есть сообщество, и мы об этом обязательно говорим. Почему очень важно читать сообщество? Потому что Телеграм то работает, то не работает. Кто-то перебежал в другой мессенджер, кто-то завел чат ВКонтакте, кто-то завел чат в Одноклассниках. Я тут таких новостей наслушалась за тот момент, пока Телеграм виз, да, что мы решили обязательно отрабатывать людей через сообщество. Мы их отрабатывали и раньше, но никогда не делали на этом вот сильный такой акцент, потому что у нас хорошо работала система оповещений через Телеграм, у нас был бот и так далее, да, все было здорово. И тут как бы так получилось, что Телеграм то зависнет, то развиснет, люди в него зайти не могут, а видео до них я разослала через сообщество, видео, чтобы как-то обратно свою команду собрать, да, вот был случай, да, Николай как раз вот был в Минске, я ему писала, говорила, что вообще никак не могу зайти, вот, и мне удалось установить вот именно этот Телеграм Х и разошлать, как его восстановить. Чаты ожили, но очень много людей мне сейчас не отвечают в личку до сих пор, то есть много у кого Телеграм, прошлая версия не работает, и поэтому мы с вами даем новый Телеграм Х, как установить. Итак, стартовую программу человек посмотрел, далее смотрите, у нас идут рабочие чаты, мы добавляемся в рабочие чаты, и тут уже чаты, с которых можно переписываться, во-первых, это идет общепроектный структурный чат, там действительно практически круглосуточная поддержка, может быть 2-3 часа нет, да, то есть, допустим, Россия ложится спать там в 12 в час ночи, да, а Новосибирск, Казахстан уже встают, да, ну, Алтай в смысле, Алтай, Казахстан уже встают. Вот, далее, значит, чат пишем посты, там вы можете брать посты для соцсетей, да, там различные видео, посты людей, далее, значит, чат материалы для работы, новичок туда вступит, там идут полностью все картинки для работы, полностью все базовое обучение, во всех чатах полнейший порядок, за чатами следят модераторы и директора, конечно же, проекта за чатами, нет, у меня нету русской версии, у меня не получается, я еще не делала, да, то есть, и получается, что вот также еще библиотека картинок, тоже очень полезный чат, и новичок это все начинает получать уже во втором задании, то есть, он заходит по чатам, где-то канал подписывается на канал, где-то можно переписываться, вот, но самое главное нужно понимать, что, допустим, структурный чат, там можно задавать любой вопрос, да, допустим, новичок с Украины запутался, как сделать заказ своему новичку, которого он зарекрутировал в Казахстане, да, зарегистрировал, и, да, то есть, любой вопрос можно задать абсолютно, кто стесняется задавать вопросы, не стесняйтесь, вот, далее, также идет чат раскрутки страниц, вот тут как раз в чате раскрутки страниц, новичок как бы уже идет второе задание, это второй или третий день получается, да, каждый первое задание будет делать то один день, то два дня, да, то есть, там особо непонятно, то есть, пока человек не активировался, и пока он активируется, он все это время может создавать странички, да, то есть, это в задании прописано, то есть, если человек активировался два дня, да, ну, бывает такое очень редко, у нас, по идее, правило на проекте активация в течение суток, все мы смотрели, я думаю, правила построения и активация в течение суток для того, чтобы наставнику не отодвигать человека в бок, а регистрировать под вновь зарегистрированного, да, и активацию мы, по идее, как бы не должны ждать, но иногда такое бывает, что у лидера, ну, не каждый день бывают регистрации, да, как говорится, то ни одной, то пять, да, то ни одной, то пять, и вот когда ни одной дня, два, три, такого человека можно еще подождать, да, там, смотрите по обстоятельствам, вот, и когда новичок заходит в чат раскрутки страниц, и он, к примеру, активируется на второй день, у него уже должно быть восемь страничек, да, то есть он должен успеть создать две ВКонтакте, две в Одноклассниках, две в Инстаграм и две в Фейсбук, да, то есть у них уже размножено два браузера и создано восемь страничек, то есть на третий день сколько будет страничек, на четвертый день работы сколько будет страничек, да, пока он обучается, то есть приоритет для вашего новичка – это создание базы для работы. Почему прямо в первом задании создание базы для работы начинается? Потому что страничкам еще нужно время отстояться, а мы все хотим с вами взять быстрый старт, а быстрый старт без базы для работы брать очень сложно, поэтому база для создания для работы сразу же на первом этапе у нас с вами. Далее у нас пойдет, да, во втором задании, как создать группы, как их наполнять, как создать группу ВКонтакте, как создать группу в Одноклассниках, да, то есть это все поэтапно-поэтапно создано, коль зависло, нет, не зависло, да, и далее, как обычно, новичок должен ответить на вопросы и выслать ссылочки на группы, которые он создал. Очень важно внимательно проверить у новичка и странички, и группы, да, сами понимаете, человек создает иногда такую страничку, на которую никто регистрироваться не будет, а он с нее будет рекрутировать, да. Например, человек там, ну я не знаю, там, вот один раз мне мужчина выслал страничку, на которой мужчина сидит на какой-то очень грязной деревянной скамейке, в резиновых сапогах, в шортах, с сигаретой в руке, там где-то пивовядич за этим из-за скамейки торчит, да, то есть, ну понятно, что к такому человеку на бизнес никто не пойдет, поэтому странички вы обязательно своих новичков проверяйте. И то же самое обязательно проверяйте группы у новичков, потому что группы у нас для того, чтобы мы могли наполнять работающие странички. То есть, в первый день новичок создает брендовые странички, второй, третий, десятый и так далее, новичок уже начинает создавать базу для работы. И вот с этих групп, вот с этих групп, которые новичок создаст, он будет делать посты в группе, да, и посты вот эти в группе новичок будет постить уже на своей рабочей страничке. Таким образом мы обходим и блог, и так далее, да, то есть вот, поэтому нужно обязательно смотреть, как они визуально оформлены. Ну что, Коля, можно к третьему заданию переходить? А у меня был Аня со второго задания, пытаясь перейти в чат и в Телеграм. У меня не получается, пишет, что неудиваю. Это только по России. Ириночка, тут только нажимаешь на правую кнопку мыши и копируешь ссылку, вставляешь в окно переписки и переходишь. Поняла, о чём я? То есть только таким вот образом. А, пару ссылок ещё неверные. Ну, такое тоже бывает. А, только перепроверил. Да я вроде вставляла, всё хорошо. Ну, видишь, когда я прохожу в чаты с Россией, у меня никак. Поэтому вот. Ну что ж, поехали эти с вами дальше. Итак, что у нас в третьем задании? В третьем задании у нас уже с вами начинается рекрутинг. Так как база для работы у нас шикарная. Да? То есть в этом задании, в третьем, у нас с вами идут и сообщения, шаблоны сообщений, и работа с возражениями. И мы получаем свой личный лендинг. И учимся им работать, и учимся им рекрутировать. Туннель из нас. Вот. Так, значит, смотрите. В командные чаты мы уже добавились. И далее у нас идёт подписка на оставшиеся чаты, да. Во-первых, это у нас с вами, да, у нас всё по полочкам на проекте. Расписание вебинаров, записи открытых вебинаров, история успеха директоров, реальные доходы лидеров нашей команды. То есть наши лидеры доходы свои не скрывают, они скидывают скриншоты в чат, да, в этот, и уже люди смотрят. Далее, значит, чат по продукции. Чат по продукции, да, то есть первый канал, в который новичок вступает, это обзоры и вебинары, да. Обратите внимание, это две разных вещи. Обзоры и вебинары, они… Там новичок не может ваш переписываться, он может просто посмотреть обзоры и, может быть, что-то для себя выбрать. То есть мы первый канал с обзорами открыли для того, чтобы человек мог что-то посмотреть и определиться для себя, да. А вот это чат по продукции, где новичок уже может задать какие-либо вопросы. Или он подарки потерял, или ему хочется узнать, какой аромат у того или иного парфюма, да. То есть он видит только каталог, он видит только сайт, он абсолютно не знаком с продукцией. И такого новичка уже после активации мы добавляем в чат по продукции, где он может задавать вопросы, да. То есть именно переписываться и сам писать отзывы о том, какие ему продукты пришли, нравится они ему или нет. Итак, второй шаг, он прошел во все оставшиеся каналы. И шаг номер два, в компании Фаберлик есть официальный сайт и путеводитель по этому официальному сайту. Путеводитель снят так подробненько, тоже видео новое, абсолютно новое. Вот, и тут нам рассказывается первое видео по бизнесу, что такое бал, да. А так мы, вот как вы заметили, мы все время учимся, добавляемся в чаты, смотрим про активный рост, но как бы у нас бизнес-школ таких вот нету, да, еще. Тут, значит, рассказывается, что такое бал, вот, дополнительные функции личного кабинета. И далее, значит, мы начинаем с новичком вместе получать свой личный сайт надпроекта, да. То есть тут, как получить свой сайт идет, да, и потом, как работать с этим сайтом. Вот такое вот у нас третье задание. То есть в третьем задании новичок уже будет высылать, коль, мы немножко вниз, скорее всего, я надеюсь, что я ничего не забыла. Ага, теория, инструкция, как работать с лендингом, вот тут есть, да. И далее уже человек идет рекрутировать, да, то есть он идет рекрутировать. Про теорию, про практику сказала, как работать с лендингом, да, то есть полностью часовое, наиподробнейшее видео, как работать с лендингом. Что такое сократители ссылок, что такое блок-прокладка. То есть там полностью создана вся информация для вас, потому что, когда новичок идет в соцсеть рекрутировать, он может столкнуться с блоком, потому что, во-первых, у него новые рабочие странички, во-вторых, он не знает, что если однинаковые ссылки везде много слать, то могут заблокировать, да. То есть поэтому нужно обязательно еще человеку вступить в чат по вопросам работы сайта, потому что всякое бывает. Нужно обязательно новичку говорить, чтобы он вбивал не только регистрационный номер, допустим, а, ну это уже потом, да, вообще-то нет. Когда новичок получает лендинг, нужно обязательно, чтобы наставников писать и своего директора рекномера, тоже очень важно. Так, Коля, давай вниз, теорию, практику посмотрели. Далее, значит, далее идут основные способы рекрутинга ВКонтакте. Как приглашать, как отправлять сообщения, как рекрутировать с телефона, как все это систематизировать, да. И человек тут вступает в профильный чат по работе ВКонтакте. Да, то есть и там, в этом профильном чате по работе ВКонтакте, он уже может целенаправленно задавать вопросы только по ВКонтакту. Далее, способы рекрутинга в Одноклассниках точно так же и далее вступается в чат о работе в Одноклассниках, да. То есть вот это очень важно понимать сейчас, что на каждую соцсеть у нас по своему чату. Вот, далее основные способы рекрутинга в Facebook и также человек вступает в чат по Facebook. Вот, тоже очень удобно, когда, допустим, какой-либо вопрос, да, и он убегает в структурном чате, так как там тысячи уже людей, то профильные вот такие вот чаты, более узкие, более целенаправленные, там меньше народу, там уже у людей кипит работа, кипят регистрации, да. То есть и где-то какие-то бывают непонятные нюансы, да, там, ну, к примеру, там, девочки, я сделала пост, у меня пост удалили, да. Человеку говорят, пропусти через сократитель ссылок, поменяй немножко пост, визуально попробуй еще раз, да, или там пост страничка отдохнет и так далее. Вот, далее, значит, чтобы получить доступ к заданию номер 4, мы отправляем отчет, как описано в конце задания, в конце задания, да. То есть отправьте наставнику ссылочку на свой оформленный лендинг, да, все ли получается, что такое балл, ОЛГ, ИГО, и в чате команды нужно отписаться, что я готов к следующему заданию, да, то есть обязательно в чате команды. Почему? Потому что, во-первых, вы будете видеть, как другие вас повторяют люди, да, то есть это очень важно поделиться тем, что вы проходите обучение в своей команде и подать ей пример, очень важно. Чаты все остаются те же, у нас только новые группы, Одноклассники, ВКонтакте и Фейсбук, у нас только новые группы. Чаты все прежние, ссылочки на них не поменялись, да, то есть ни одни чаты мы не удаляли, вот, мы их просто отмодерировали немножко. Итак, можно ехать в следующее задание. Так, это уже будет у нас с вами четвертое задание. Тоже вот тут у нас все полностью по инстаграму, полностью по инстаграму от супер быстрорастущего директора Татьяны Рябининой. Эта девушка просто чудо, она показала колоссальные приросты, она сейчас сразу в двух открытых званиях, это серебро и золото, поэтому мы взяли только ее методику и никакие другие методики не смотрели. Она растет только на инстаграме, я думаю, что такое вот свежее, крутое видео вам очень-очень понравится. И также в конце, скорее всего, будет ссылка на чат в инстаграме, да, Коль? Вот, то есть тут полностью-полностью поэтапно, да, вот есть чат по инстаграму и также есть вопросы. Да, это просто великолепнейшее обучение, это просто суперское обучение, потому что оно взялось, вот если директор целенаправленно растет в одноклассниках, я обратилась к нему и попросила отснять все поэтапно, и взяла только у этого директора. Причем обучение мы брали у людей, которые растут. А, серебро закрываешь, вот, поздравляю, скоро будет премия, вот, то есть обучение бралось только у тех, кто растет, понимаете, только у тех, у кого есть регистрации. И причем, если, причем у нас договоренность с этими людьми, да, то есть, если, допустим, что-то поменяется, то вот, к примеру, Таня Рябинина, она придет и скажет, у вас там в задании таком-то вот это видео, я сняла новое, потому что там кое-что поменялось, поменяйте, пожалуйста, на сайте, да. Да, то есть, и мы с вами всегда будем знать, что, допустим, Татьяна Рябинина, работающий лидер, да, Татьяна Рябинина, она уже будет в курсе каких-то изменений, да, которые, может быть, мы не так быстро можем отследить, да, как она. Да, вот, и получается, ну, в общем, действенно все, действенно стало, да, и, как вы поняли, мы перевернули обучение с ног на голову, да, мы сначала делаем рекрутинг, а потом делаем все остальное, то есть, про маркетинг чуть-чуть, про быстрый старт чуть-чуть, про все акции и бонусы буквально за 40 минут, и человек идет и работает, вот, что тоже очень важно. Ну, и, конечно же, вопросы, получилось ли сделать аккаунты заглушки и так далее, то есть, все то же самое, вы отписываетесь и наставнику, и в чат. Вот, значит, следующее задание у нас, Ира, объясни новичку, что нужно копировать, а не переходить. Да, нужно копировать, а не переходить. Россия, Телеграм, правой кнопкой мыши копируете эту кнопочку и вставляете в переписку и переходите. Только так, по-другому никак не получится, вот. Вот, моего лидера тоже зацепили, пусть, пусть. Обучение полностью обновлено, видео все полностью новые. Это если не перейдет, да, у большинства переходит, но вот в России, особенно у кого подключена сеть Ростелеком, да, то есть это бывшая Волга Телеком или как она называется, да, у кого Ростелеком, те не могут пройти, оптоволокно, которое. Танюш, ну, как ты с нами поделилась, и мы не можем обойти тебя. Нам очень захотелось и тебе помочь. Вот Ростелеком, оптоволокно Ростелеком, это вообще-то, это просто кошмар какой-то. Он блочит, очень много чего блочит, сайт, вот. Тут мне, кстати, он меня тут спас. У меня дочка тыкалась-тыкалась, пыталась какой-то информер поймать, и так получилось, что он бррр, и свернул, не дал. И пишет, Ростелеком, запрещенный сайт. И все, вот представляете? Ну да, да, проходится, вот Коля показывает, как пройти, вот, но вот Ростелеком, он все блочит, к сожалению. Да, вот видите, прошел и все, он уже, да, скопировал ссылку, вставил и прошел. Может быть, видео создать в обучении, вставить, что вот надо копировать и вставлять, или не нужно. Потому что оно нужно не всем, это у единиц не получается. Вот, Ростелеком. Так, ну что, можно переходить к последнему, пятому заданию. Да, с телефона будет ок, а вот с компьютера не ок. Да, надо видео, да? Отлично. Так, ну что ж, у нас с вами сейчас идет задание номер пять, да, то есть тут уже как рекрутировать, как создавать тексты, как шаблоны сообщений для заинтересовавшихся любым из вариантов тут есть, да. То есть вы прямо нажимаете на кнопки, переходите, да, то есть переходите по ссылочке и там у вас будет куча шаблонов, но я вас очень прошу, не копируйте пачками эти шаблоны. Переделывайте их под себя, иначе будет у нас с вами что попало. Да, почему? Потому что, если вот считаете сейчас на проекте, да, огромное количество человек. Вот я не помню точно сколько на проекте человек, да, вот я сегодня смотрела, у меня 38 тысяч человек, да, в структуре, на проекте, наверное, 1090 уже. И не смешно, если лидеры, 85, да, ну почти угадала, 90 под конец будет, значит, все равно к нам 6000 человек в структуру регистрируется ежекаталожно. И у нас с вами получается, что если все будут одинаковыми шаблонами пользоваться, то это принесет только вред, да. Сами понимаете, что под себя нужно немножко их где-то переделывать, где-то менять местами слова, где-то еще что-то, да. Конечно же, основные правила рекрутинга, запомните это и применяйте самые легкие основные правила рекрутинга. Всегда начинайте с имени обращаться к человеку и всегда заканчивайте вопросом, вам интересно, вам рассказать подробнее, да, и так далее, и так далее. Обязательно начинайте с имени и заканчивайте вопросом. И так далее, как отработать страничку картинками после рекрутинга, потом как отработать сообщениями будет после рекрутинга, вот Ольга Дубяга активно растет в этой соцсети, ее ролики пошли в ход, вот, то есть вы будете знать и как рекрутировать, и как отрабатывать, и что высылать, и также у вас будет полностью готовый шаблон по работе с возражениями. То есть у вас не будет проблем для рекрутинга вообще, и это все в пяти заданиях. Да, далее, да, вот видите, работа с возражениями, там очень подробная табличка, просто наивеликолепнейшая, большая такая табличка и очень много ответов. Спасибо огромное директорам за такой шаблон. Я не сижу, подсматриваю. Да, тоже нравится работать в одноклассниках. Ну, кто в каких соцсетях, вот у кого, понимаете, тут еще вещь в чем, да, IP. Он бывает динамический, бывает статистический. И когда новичок не знает, какой у него IP, при перезагрузке роутера он может меняться, может не меняться. И получается статический, да, да, да. Вот, и получается, что, понимаете, с ВКонтакте, допустим, можно заходить с одного IP одновременно максимум с пяти страниц. И если у него не меняется IP-адрес, то он может зайти с двадцати страниц в день с одного, с одной соцсети. И он может схлопотать блок. Блок, потому что слишком много соцсетей, он одной и той же, слишком много разных страничек прошел. А если новичок каждый день будет, допустим, отрабатывать пять одноклассников, это уже пять страниц одноклассников, пять страниц, к примеру, ВКонтакте, пять Фейсбук и пять Инстаграм, да. У него получается, что он обойдет огромное количество страниц и его не заблокирует, да, то есть это тоже как бы обход. Поэтому нужно все равно учиться во всех соцсетях работать и зарабатывать. Далее, Голечка, пролистай, пожалуйста, немножко вниз. Вот, значит, тут уже идет работа с возражениями и доступ к заданию номер шесть. Мы отправляем отчет своему наставнику. В следующем задании у нас будет проведен вебинар, как регистрировать новичка по всем четырем, по всем трем вариантам, простите, что ему высылать и так далее. И так далее. И будет помещено туда вместе со всеми ссылочками и со всеми сопроводительными документиками, которые вы можете высылать от проекта или делать их самостоятельно, да. Вот, допустим, так и сделала и перестали блочить. Ну, вот видите, кому-то хоть мои советы пригодились. Да, вот. И, понимаете, вот, в принципе, это и есть все наше новое обучение. Его всего пять заданий. Потом у нас с вами возвращается наш легендарный активный рост, но он будет с огромным количеством сюрпризов. Там будет YouTube изучаться очень подробно и так далее, и так далее, да. Вот. Значит, еще у нас с вами есть одна фишка. Это подписка на рассылку. Мы с вами поговорили. Во всех соцсетях приходят оповещения, что очень важно. Сейчас ваши люди, если вы им дадите ссылку на подписку, и они подпишутся, они у вас будут под конец каталога оповещаться всегда, что конец каталога. И причем они будут смотреть, в какой соцсети им это нужно. Да, допустим, я подписалась сейчас ВКонтакте, подписалась в Фейсбуке, подписалась в Вайбере. Очень интересно, практически одновременно пришло оповещение и там, и там, и там. И у меня везде все сбрякало, спищало, и я понимаю, что человек идет по улице, да, открыл телефон, посмотрел, ага, у меня это, 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 да, то есть все здорово, все классно. И это тоже нужно понимать. Так, сейчас я переключусь на презентацию. Да, и это тоже нужно понимать. Это просто здорово. Итак, почему мы с вами перешли на это обучение? Потому что примерно 1-4 проекта, а это очень большая доля лидеров, не нравился именно бот Телеграм, то есть лидеры там тонули и так далее, да, то есть как нам говорили. И мы решили все-таки убрать этот бот из-за того, что еще Телеграм висит. Далее, да, то есть Телеграм Х, не забывайте у нас с вами, да, для вновь зашедших, и все задания сделаны на быстрый старт и перевернуты сверх на голову. То есть такого подхода резкого, да, чтобы новичок что-то сразу рекрутировать и сразу ему все давать-выдавать, вот так вот у нас еще не было на проекте. За всю историю проекта это такая практика первый раз. Вот, как вы считаете, будут наши новички хорошо стартовать, в два раза быстрее стартовать, чем стартовали до этого? Каково ваше мнение? Будут, да? Конечно, да. Обучение супер, да. То есть мы его облегчили, да, как вы понимаете, чуть ли не в три раза сделали его легче. Вот. Так же новичок сейчас классно, да, нравится. Мне тоже нравится, но нравится, честно скажу, не всем. Опять-таки есть лидеры, которым это не нравится, но посмотрим. Если будут какие-то жалобы, какие-то много, да, и не один там два человека, да, к примеру, человек пятьдесят мне напишет, там, допустим, задание слишком объемное или еще что-то, стало легче, да. Вот, понимаете, я презентовала полностью все обучение для новичка вплоть до этапа активного роста, и оно очень простое, оно облегченное, да, то есть дается все самое необходимое, да. Вот, и смотрите, далее, что у нас получается, далее, автовебинары у нас с вами пойдут. Сейчас, минуточку, да. То есть подписка на рассылку поговорили, про новые группы мы с вами поговорили, мы с вами знаем, что старые группы сейчас удаляются, и мы будем переходить в новые группы. Далее будем с вами разговаривать про автовебинары. У нас с вами появилась такая фишка, как автовебинары, и об этом нужно трубить всем налево и направо, особенно своим новичкам. Я недавно обзванивала своих новичков, так, обзванивала я как раз Бурятию, и с Бурятией мы общаясь, люди, которые не хотели работать, не хотели зарабатывать, я им рассказала такую фишку, что сейчас на интернет-проекте Faberlic Online директора три раза в неделю, вот расписание, презентуют возможности бизнеса, а вам нужно только пригласить человека на вебинар, и после вебинара, и после вебинара спросить его, будет ли он регистрироваться, если будет зарегистрировать, рассказать про акцию новичка, и потом ему нужно постепенно отправлять пять или шесть готовых заданий, шестое задание будет регистрировать, как регистрировать все-таки новичка по всем четырем вариантам. Вот, и что получается? Люди зажглись, люди понимают. И вот три из этих вернувшихся, да, лидера будущих, да, мне сказали, что они сказали, что они, как вам даже объяснить, что они не понимали, что говорить, они не знали, как говорить, они сказали, что, они сказали, как даже, что картинки одинаковые, там текст одинаковый, картинки не шлите, текст не шлите, а что, говорит, тогда слать? ничего, говорит, непонятно, я, говорит, спросила у наставника, он сказал, придумывай сама, я, говорит, не знаю, что придумать, я, говорит, решила, что это не мое, я говорю, ну, сейчас это будет ваше, но вам нужно обязательно научиться приглашать людей на вебинары, и потом люди, которые к вам придут на бизнес, их тоже учить приглашать на эти вебинары. Вот, ну, Россия, Валя, правой кнопкой мыши копируешь ссылку, вставляешь в окно переписки в Телеграме, сама себе, да, можешь вставить, и все, переходи, попадай в чат. Итак, далее, смотрим с вами, да, да, ссылки надо скопировать. Где взять расписание? Это расписание рассылается заранее за сутки. Но вот сейчас вы можете знать, что на эти вебинары, на эти автовебинары, одна и та же ссылка, она выглядит таким вот образом, да, обратите внимание на конец названия вебинара, да, бизнес, презентейшн, фаберлик, да, то есть, что это значит? Это значит, что это вебинар для ваших кандидатов на регистрацию, которые будут проводить директора. Правила проекта. Сейчас я пройду по ссылочке, чтобы это было видно в записи. Так, презентация возможностей техработы, да. Все понятно? Пока не обновлено. Хорошо, будем знать. Значит, вот таким вот образом мы с вами за 54 минутки обсудили, в принципе, все новости, какие хотели с вами обсудить. И сейчас хочется сказать, что все остальные задания после шестого, они будут для активного роста, да, то есть, у нас возвращается активный рост, он будет усиленный, он будет с крутыми фишками, с очень интересными вебинарами, конечно, будет запись. Потом, значит, несколько заданий будет уже для наших дорогих топ-лидеров проекта, которые уже у нас есть на доске подсчета и так далее, да. И последние задания у нас уже будут для состава директоров, да, то есть, дорогой совет директоров, у нас будет перенесен обучение на сайт. То есть, вот таким вот образом мы все минимализировали, да, то есть, и сейчас, как бы, на командном сайте вы будете видеть, да, если вы, допустим, нажимаете на активный рост и не можете попасть в это задание, значит, у вас нет пока еще полномочий там быть, значит, какие-то критерии не выполнены, да, то есть, активный рост, что там будет у нас, да, то есть, мы там не будем учить регистрировать, создавать странички, да, то есть, мы там не будем учить оформлять странички, да, мы не будем там учить создавать группы. Мы уже будем говорить, как действовать, много, быстро, хорошо и результативно. Ну, Наталья, как ведь вам захочется, в принципе, да, то есть, ваше право, если вы хорошо растете в Инстаграм, пожалуйста, растите. Не убавить, не прибавить. Нравится, да, смотрю, большинство нравится. Мы очень старались. Коля двое суток обучения переносил, девочки все переснимали видео, да. У нас даже один организатор марафона, который всех-всех-всех проверял, и то нам помогала, это Катюша Павленко, и то нам видео сняла, успела, хотя она была занята марафоном. Классное обучение, да. Ну, все, мы будем рады. Если будет что-то не так, обязательно пишите, может быть, где-то какая-то ссылка не проходит, или еще что-то. Сообщайте, сообщайте нам, пишите в чате, вот. И, конечно же, добро пожаловать на новое обучение. Презентация по активному росту будет через неделю. Даже директора, даже топ-лидеры всем рекомендую пройти новое обучение, чтобы вы знали, чему мы учим новичков проекта. Иначе вы не будете знать, как ответить на вопросы. Ну, очень рада, что я вас сегодня зарядила положительной энергетикой, очень рада, что вам понравилось новое обучение. Где ссылка на обучение? Я просто опоздала. Подскажите, пожалуйста. Ссылочка будет высылаться в чатах, и также она будет в презентации возможностей. Но пока там идут техработы. Пока там идут техработы, но скоро появится. Вот буквально завтра с утра, скорее всего, уже оно будет на месте. Обязательно все пройдем. Спасибо, спасибо вам. Спасибо, дорогие. За веру в компанию, за веру в себя и за веру в проект Фиберлик Онлайн. Желаю вам удачи, роста, везения. И во всем, дорогие, наше вдохновение. Побеждайте, улыбайтесь, играйте, любите свою профессию. Наша профессия самая добрая на свете, потому что если мы не умеем заботиться о своих новичках, если мы не помогаем новичкам хорошо зарабатывать, то и сами будем мало зарабатывать. Наш бизнес очень благодарный. До пятого, Ирина, до пятого задания открываем. Первое задание можно открывать без активационного заказа, потому что там как раз в первом задании, как сделать заказ. Второе задание, если человек не активировался, мы его не открываем, потому что человек начнет рекрутировать, а регистрировать будет некуда. Второе задание вообще даже не думайте открывать. Про активный рост будет отдельная презентация. Про активный рост будет отдельной презентацией. Будет очень скоро. Мы сначала на совете директоров все обсудим. Совет директоров все решит, проголосует, примет единогласные решения. У нас сегодня уже бурно обсуждалось в директорском совете, что как и к чему. Поэтому мы готовим для вас что-то сногсшибательное, что-то новенькое. А пока что вот для вас новинка. Осваивайтесь в новых группах, собирайте своих новичков в новые группы. Вам задание собрать всю свою команду в новые группы. Из старых групп можно выходить, но в принципе мы их удалим. И вам задание сейчас провести, может быть, каскадные планерки для своих, особенно топ-лидеров. Я смотрю, у нас очень много на вебинаре топ-лидеров. Обязательно проведите, дорогие наши топ-лидеры, директора планерочки своим людям. То есть просмотрите сами обучение. Аня, наверное, вначале говорила, спрошу, я не слышала, нужно ли новичку быть зарегистрированным на сайте проекта, чтобы проходить обучение. На сайте практически все открыто, как раз кроме обучения. Обучение открыто для незарегистрированных на сайте, только вступительное. Первое задание уже закрытое, его нужно открывать. То есть человек регистрируется на сайте, и вы ему открываете первое задание. То есть он сначала проходит регистрацию в компании «Фаберли». После того, как он подтвердит свой номер минимальным балловым заказом, он регистрируется на сайте. Он регистрируется на сайте, и вы ему открываете первое задание. И также скидываете ему письмо «Привет». Не забывайте. У нас сейчас с вами есть такая фишечка, почему именно Google Диск. Я вам объясню. За него вообще не блокируют, хотя это ссылка. Много лет пользуюсь ссылками Google Диска в различных соцсетях, и везде соцсети любят Google Диск, Яндекс.Диск, и это очень хорошо. Поэтому да. Ирин, пока не решили, старички вы наши. Ой. Елизавета, а вот кто мне второе задание должен открывать? Директор. Второе задание должен открыть директор. Ваш директор. Ну, по правилам проекта активация в течение суток идет. В течение суток. Вот смотрите, допустим, если вы ведете одну веточку, и вдруг у вас нету на следующий день регистрации, вы его можете поторопить, этого человека. Ведь не обязательно, если у вас человек активировался все-таки, да, вам отодвигать его в бок, чтобы зарегистрировать следующего. Если следующий, там, допустим, через два дня будет следующая регистрация, да, я вам говорю, бывает то пусто, то густо. И я смотрю по обстоятельствам. Если, допустим, у меня в этот день нет регистрации, да, то я, как бы, человеку пишу, здравствуйте, вы активировались, у меня, может быть, скоро будет регистрация, я бы хотела человека зарегистрировать под вас. Очень хорошо работает, и люди начинают активироваться охотнее. Что нужно сделать, если на сайте сейчас 11 заданий? Задания для новичков всего лишь 5. Остальные задания для топов. Для топов задания для участников будущего активного роста, для топ-лидеров и для директоров. Директора будут открывать задания топом, топы будут открывать задания до 5 уровня, да, и активный рост, и, как даже сказать-то, и активный рост, и топ-лидеры, и директора, директора могут открыть чат топ-лидеру, и директора могут открыть задания и чаты для участников активного роста. А вот для директоров только мы можем открыть. То есть таким вот образом. Аня, всем переходите в Telegram X. Переписки остаются, чаты остаются, названия чатов сохраняются. Сохраняется все абсолютно, даже смайлики. Да, у нас с вами дается бесплатно очень многое. И я вам честно могу сказать, что мы действительно трудимся, чтобы создать это обучение, но мы понимаем, что ваш рост – это наш рост, понимаете? И у нас не должно быть такого, давай-ка ты станешь директором, я буду с тебя зарабатывать 5%, так еще и ты мне можешь за обучение платить. Я считаю это просто каким-то грабежом, если честно, и какой-то вот-вот, я по-другому даже сказать не могу. Но как так просить со своих новичков деньги за то, чтобы они обучались? К нам приходят люди, они приходят абсолютно с нуля. Да, если, конечно, просить новичка, чтобы он активировался, говорить, чтобы он активировался или забирал свои деньги на уровне 6-9%, сделать 50 баллов – это не проблема при нашем ассортименте. Я вот вообще полностью, полностью, 100% убеждена, что если человек, работающий, сотрудничающий, именно пришедший на бизнес в компании Фаберлик, не делает 50 баллов, значит он половину продукции, которая есть в Фаберлик, просто игнорирует и ходит в магазин. Вот это лично мое мнение. Вот, и очень часто, вот знаете, прям на практике это показало, именно на практике. У вас маленькие заказы, значит вы плохо знаете продукт. И у вашей всей команды тоже маленькие, скудные заказы, и тоже люди плохо знают продукт. Если вы плохо знаете продукт, вы можете даже, не сможете себе шампунь подобрать, своему новичку шампунь подобрать. Вот это вот очень-очень важно. Если у вас хорошо работает Телеграм, значит вы проживаете не в России. Если у вас все хорошо, переходить не нужно. Но если у вас есть проблемы, переходите обязательно. Тьфу-тьфу, да, отлично. На Урале. Ну, если все хорошо, работайте, работайте, все хорошо. Ну что ж, дорогие коллеги, если у вас вопросы. Я правильно поняла, что первое задание можно пройти всем, кому интересно работа в Фаберлик? Нет. После регистрации вы даете активацию. То есть, если человек не зарегистрирован, первое задание ему открывать нельзя. Даже если он еще не зарегистрирован. Так. Какое время новичок должен пройти полностью обучение? Ну, обычно на одно задание старайтесь давать не более двух дней. Да? Чтобы он у вас пять заданий, десять дней и уже рекрутировал. Да? То есть, получается, если первое задание, к примеру, день или два, второе задание, три-четыре, да, у нас, получается, в третьем задании уже рекрутинг, да, получается, на шестой день после регистрации человек уже рекрутирует. Мы максимально близко приблизили рекрутинг в этот раз. Так. Подскажите, пожалуйста, что нужно делать, если на сайте сейчас одиннадцать заданий. Одиннадцать заданий будет, но у вас не будет доступа, к примеру, открыть задания по активному росту. Это сможет сделать только ваш топ-лидер, только ваш директор. Вы будете видеть эти задания, но вы не сможете их открыть. И на компьютер есть. Вот у меня сейчас на данный момент уже неделю установлен Телеграм-Х, Оксаночка. И видео в письме «Привет». У кого сейчас открыто одиннадцатое задание «Закрыть всем»? Нет, пока можно не закрывать. Я думаю, мы скинем и по новой дадим доступ всем директорам, чтобы у вас не было проблем. А когда перейдем в Телеграм-Х, то старый Телеграм останется? Конечно, останется. На компьютере не останется. На айфоне точно знаю, что останется. Эту иконку нужно удалить. Запись будет. Ну что, я чувствую, вот знаете, вот вы просто переписываетесь, а я чувствую, как вам понравилось новое обучение. Я безумно этому рада. Я надеюсь, что мы с вами, у нас скоро сезон роста. Все мы с вами знаем, что получается у нас март, апрель, май и июнь. Очень сложные месяцы. Вот эти три месяца в году, они у нас самые-самые такие непростые. И в июле, августе, сентябре там уже идет по нарастающей и начинается сезон роста. Поэтому, конечно, кто активно рекрутирует летом, тот очень много открывает званий по осени. У кого-то даже по три звания бывает. Лидер на 12% все лето отрекрутировал, грубо говоря, там вот эти два самых сложных месяца, три каталога это отрекрутировал. И вроде бы как бы и рост медленно, да, там на 100 баллов прирост еле-еле, да, но лето оно такое. А потом все эти люди, зарегистрированные у этого лидера, осенью начинают просыпаться. И там на самом деле лидер может и директор открыть за пару месяцев, потому что команда уже готова. Поэтому рекрутируйте. Все одно и то же, Екатерина, все одно и то же в Телеграме. Они ничем друг от друга не отличаются, только цветом. Одни и те же чаты. Никакой разницы нет, абсолютно. Ни одного человека не потеряете, не переживайте. Я тоже, вы знаете, я методом тыка, так как у меня вообще все зависло, и я поняла, что я больше ничего сделать не могу. И я так, хоп, нажала установить, и сижу, главное, одним глазом смотрю и боюсь. Думаю, у меня сейчас как пропадут все мои чаты. Сейчас как пропадут все мои тысячи сообщений. Думаю, что я буду делать? Нет, все в порядке, все хорошо, все отлично. Единственное нарекание к Телеграму Х, он первый день все прогружал, и оно подвисало. Где-то не подгружались картинки, где-то долго скачивалось видео, но буквально через день, даже, может, полтора, это все прошло, и стало работать просто на ура. Да, это одно и то же. Да, одно и то же. А кто у нас зашел под Фаберлик онлайн? Коля вроде бы под собой. Муж, что ли, мой? Ссылочку на Телеграм Х. Отлично, хорошо, сейчас вышлем. Сейчас, сейчас вышлем. Ну, главное, вышли из ситуации. Я просто недавно почистила кэш и почему-то не догадалась, что у меня демонстрации экрана-то больше нет. Вот, ну, нечаянно, да, так получилось. Ссылочки, ссылочек на структурный чат в Телеграм нету. То есть, или вы добавляете туда человека вручную, или человек в обучении проходит в этот чат. То есть, по ссылочке проходит чат. Одно из двух. Вот так просто ссылки нигде никогда не должны гулять. Ни в коем случае. Потому что, может, могут приходить туда люди, которые не зарегистрированы на нашем проекте, и нам придется опять модерировать сидеть чат. Поэтому не надо ссылки никуда посылать никакие. Потеряли? Очень хорошо, что потеряли. Проходите в обучении по ссылкам. Не терпится уже проходить, начать. Но оно такое легкое. Лидеры, которые уже давно с нами, они только начнут, оно уже закончится. Поэтому, да. Нет, удалять старый Телеграм можно удалять, можно не удалять. Но на компьютере он сам взаимозаменяется, да. То есть, я не удаляю старый Телеграм, стала устанавливать новый, да. Я же снимала видео, если у вас завис Телеграм, что делать. И я прямо в видео, в трехминутном видео показываю, как у меня обновился старый Телеграм на новый, и стали доступны чаты быть. Вопрос про Телеграм очень, в принципе, важный. Надо всем посмотреть данное видео. Алла мне что-то написала, а я уже начала вебинар вести. Так и не знаю, Алла, что ты мне там написала. В телефоне не работает, значит, набираешь, что у тебя, какой, Play Market, скорее всего, да, или App Store, или Play Market, набираешь Телеграм X и скачиваешь. Так, вот так. Все, вопросов нет, смотрю. Ну что ж, замечательно. С вами была Куннова Анна. Обновленное обучение. Проект Faberlic Online. Всем удачи, роста, везения, во всем вдохновения. Всем удачно закрыть каталог. Кто еще ленится, не разослал сообщения про денежные призы, но настроен получить на тысячу, две, три, четыре, пять больше, а может быть и десять, да, если вы старший директор, или за Серебряный, то, конечно, обязательно рассылайте сообщения, обязательно отрабатывайте конец каталога, ну, ура, и будет вам дополнительная выплата, дополнительное счастье, как я очень часто говорю. Ну что ж, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok